Слава Украине, приветствую от Полонска. Ну я вот еще куда-то на Лавре, еще не ушел. Сейчас по-ровному пройду и немного вам еще расскажу, что тут происходит. Значит, ситуация какая? Московские попы уходить не хотят. Ну, скажем так, часть имущества они, конечно, вывезли, но чтобы они собирались на выход, я бы не сказал, я этого не вижу. Что еще интересно, у меня с ними было несколько таких вот споров. И тут, скажем так, немножечко даже на повышенных тонах. Я их хотел спросить, вот, знаете, они, еще раз, я вот просто перескажу в двух словах, о чем шла речь. Речь шла о следующем, я пытался от них выяснить. Так вот, вы, как одна тетушка мне говорит, а я, говорит, ни за русских, ни за украинцев. Я говорю, я ей тогда спросил, говорю, конкретно, вот российские террористы и наши украинцы. Скажите, пожалуйста, наши украинцы должны силой выносить, скажем так, российских террористов с нашей территории. И все, они вот на этом вопросе, они киснут. Они киснут в том вопросе, что, как только, как говоришь о войне с расистами, они тут же киснут. Они вроде бы, с одной стороны утверждают, что они украинская церковь, как только ты упоминаешь о России, как только ты упоминаешь о том, что расистскую армию надо отсюда выносить вперед копытами, и все, они тут же ломаются на этом месте, и тут вся их показная, весь их показной патриотизм тут же исчезает. Знаете, его как ветром сдувает. И вот в этом все, собственно говоря, и весь ответ. С одной стороны, они пищат, что мы никакого отношения к ПЦМП не имеем, ой, к московскому патриархату. С другой стороны, моментально, моментально ломаются на вопросе России, и на вопросе того, что, как поступать с российскими оккупантами. Только малая часть из них говорит, что да, расистов надо отсюда выносить. Есть такие тоже, которые, да, надо говорить, что есть такие тоже, кто так утверждает и соглашается, да. Но, если честно, большая часть, ой, нет, один народ, ну и все, и все в этом роде. Вот, кстати, только что еще один автобус вывозит майно. Вывозит майно постоянно. Так что они декларируют с одной стороны, что вроде бы из лавры уходить не хотят. Но вот я вижу везде, что происходит погрузка. Вон сзади еще один бусик там стоит. И еще машины, и вон еще один бус уезжает. Вот сейчас я вам покажу. Вон он снизу, там идет серенький такой крыша, вы видите. То есть вот один за одним бусы продолжают выезд. Короче говоря, вот такая вот ситуация, друзья мои. С одной стороны, вроде бы, вроде бы декларируют свою украинскость. С другой стороны, сами понимаете. Выскакивают у них совершенно другие вопросы. И тут все, все вилами, как говорится, писано по воде. Они такая же украинская церковь, как я, китайский городовой. На китайцев я совершенно не похож. Хотя китайцев люблю и уважаю. Вот так вот, друзья мои. Так что будем надеяться на то, что у нашего правительства хватит здорового глузду. Все-таки вернуть лавру державе. Ну, а там уже потом будут заключать они договора или не будут заключать договора с кем-то другим. Это уже, это второй вопрос. Сейчас лавру надо вернуть государству. Все, точка. Слава Украине!